По самым приблизительным данным, на территории Карлага в послевоенные годы находилось 26 тысяч японских военнопленных. Сколько из них осталось живых, не знает даже статистика. Однако японские исследователи подсчитали, что средний возраст всех военнопленных в СССР, доживших до нынешних дней, составляет 89 лет. Сегодня один из таких исследователей, Такэси Томита, вместе с востоковедом Российской Академии Наук Еленой Катаносовой, приехали в Караганду. Подробности в репортаже Андрея Кузнецова. Япония до сих пор не признала своей ответственности за участие во Второй мировой войне в союзе с Германией. Поэтому и военнопленных долго не признавала. Тем более, что под японскими фамилиями тогда воевали оккупированные корейцы, китайцы и даже буряты. Поэтому найти концы, как говорится, крайне тяжело. Однако есть исследователи, которые решили таки восстановить историческую справедливость. Трагедия Японии и трагедия России, нас и Советского Союза сблизила наши интересы. Потому что я долгие годы занимаюсь японскими военнопленными, которые были на территории Советского Союза после Великой Отечественной войны. Господин Томита занимается этой темой уже с позиции японских ученых. Ну и ваш университет занимается проблемами и русских, советских людей, и японцев, в том числе и иностранцев, которые были в Карлаге. Поэтому вот это наше трагическое прошлое, военное прошлое сблизило нас всех. Японских военнопленных вообще, но я буду опубликовать одну брошюру о одном военнопленных, но, к сожалению, в Комсомольском амуре. Приезжать в страну, на которую твоя страна нападала, это далеко не каждому под силу, чисто морально. Это сейчас Япония ассоциируется с автопромом, бытовой техникой и техническим прогрессом. А тогда, в сороковых, это было горе для жителей советского Дальнего Востока. Господин Томита, как частный исследователь, и не отрицает всего этого. Он просто хочет исследовать судьбы тех, кто попал в плен в СССР. И Караганда для него, по понятным причинам, представляет особый интерес. Вчера я был в Крадове, в Спасске, и очень интересно, с уважением. И я должен сказать, что здесь, в Караганде, университет в Лащах работает хорошо над этим вопросом. Андрей Кузнецов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандецкий. Алюминиевые системы – это Алюгал.